Лыжные гонки Это командная гонка. Здесь большое влияние имеется работа в коллективе. Сергей Устюгов и Андрей Милинченко. Это команда Югры. Краснов и Кудрявцев. Это представители Петербурга. И именно между этими коллективами развернется сильнейшее противостояние. Борьба за победу на этом чемпионате. И у девушек очень серьезные коллективы заявлены. И команды Московской области, и Санкт-Петербурга. Смотрим, следим, не пропускаем ни секунды, ни минуты этой гонки, этого командного спринта, эстафеты. Демина, Рыбинск, чемпионат России. Ставьте лайк, это поможет вам в продвижении. Пишите ваши комментарии, за кого болеете. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и следующие выпуски. Ставьте лайк, пишите комменты и подписывайтесь. А мы начинаем смотреть выпуск. Всем спортивный привет! Лыжи-роллеры, Рыбинск, чемпионат России. И серьезная борьба на дистанции. Сегодня спринт эстафеты. Эстафеты командные гонки. И дистанция очень непростая. Здесь и круг такой динамичный, интересный. И конкуренция очень высокая. Интересно, что на дистанции встречаются и профессиональные лыжники, и профессиональные ролисты. То есть, именно кто на лыжи-роллерах бегает и показывает максимальные результаты. Поэтому здесь решает не только физическая подготовленность спортсмена, но и его технические навыки. Его техническая подкованность именно в лыжи-роллерном ходе. Это действительно очень важно. Ну а сейчас мы наблюдаем за квалификационным раундом этого спринта. Сейчас сражаются девушки за проход в финальную стадию. Несмотря на то, что спринт командный, да, и эстафета она командная гонка. Несмотря на это, квалификация проходит по одному спортсмену. И здесь важно, вот какой результат, да, покажут команды. То есть, два спортсмена бежит во коллективе. И каждый из них должен показать классные секунды. Они в итоге там суммируются, считаются. И быстрейшие два спортсмена занимают первую позицию. В квалификации проходят дальше. Такой формат ныне в рамках этой дисциплины. Мы с вами в Рыбинске уже смотрели. Две гонки прошли. То есть, это третий стартовый день. Борьба очень серьезная. И, конечно, вот посмотрите, да, сколько девушек уже проезжает под разными номерами. Но все они готовы очень здорово. Одни из главных фалоритов наверняка сегодня это Виктория Лукашева. Она хороша в дисциплине спринт на роллерах. Бежит в рамках этого заезда с Варварой Прохоровой. Сильные команды у Санкт-Петербурга. Если говорить о мужчинах, то мы, конечно, с Абдульком. Вот здесь мы видим Наталью Матвеева. Легендарная лыжница. Сейчас на роллерах выступает очень здорово. И здесь Дзюмина я ее видел много-много раз. Еще накануне. Вообще старта этого турнира. Наталья готовилась, каталась на скоростных роллерах. Не принимала, насколько я понимаю, участия в классической гонке и в предыдущих стартах. Да, вот в гонке преследования. Но здесь готовился именно к спринту. Селина Кипяткова ушла на дистанцию. Санкт-Петербург здесь Виктория Лукашева. 52-й стартовый номер. Как раз Московская область. Сильная команда у них. Ну и поехали. Девушки завершились. Завершилась их квалификация. Сейчас мужики. Ух, Андрей Краснов. Посмотрите, номер 62. Как он учит мимо нас. И 63-й стартовый номер. Это Сергей Устюгов. Про мужчин мы начали говорить, но не договорили. Сергей Устюгов. Один из главных фаворитов и, наверное, одна из главных звезд. Олимпийский чемпион на дистанции. И вы видели, да, вот разница в технике. Андрей Краснов через шаг идет. Устюгов под каждый шаг. Более так, по лыжному, что называется, по зимнему варианту. Но оба спортсмена очень сильные, скоростные. Поэтому мы будем за ним следить с большим интересом. Квалификация. Спринт. Я думаю, что здесь, конечно, все на максимум выкладываются, поскольку результаты будут плотные. Два спортсмена друг от друга зависят. Ответственность высокая. Сейчас в другой точке ощущаемся. Белый круг, не затягивай! Здесь тоже, видите, как раз-таки лучшие спортсмены. Кажется, Андрей Краснов пролетел мимо нас. И Сергей Устюгов. И Сергей Устюгов. Сергей Устюгов сейчас идет. Очень быстро, мощно, да, вот эти движения как раз лыжные. Коллективами, конечно, подсобираются спортсмены здесь пачками. Это выгодно, как минимум, с той точки зрения, что в пачке можно, да, и со спуска подтолкнуть друг друга и так далее. Вот Сергей Устюгов очень по лыжному, очень мощно посмотреть под каждый шаг. Один из немногих, кто именно под каждый шаг шел Существенная часть дистанции здесь, в Рыбинске. Не затягивай! Не затягивай сзади! Да, мощная борьба на дистанции. Мужчины молодцы. Ты прошел первый круг. Видите, и тренера подсказывают на этой бирже, да, вот с информацией, которая очень важна, и секунды решают. Если на дистанции есть масса времени, чтобы что-то отыграть, где-то добавить, то здесь спринт, ну, тоже всю дистанцию на максимум вы не пройдете, тактические игры и тактические раскладки, они имеют большое значение, но все-таки каждая секунда, она настолько ценна. За это мы и любим спринт, не только за высокие скорости, но и за вот это бережное, да, и очень уважительное отношение к секундам. Каждый толчок может быть, может стать решающим. Надо сказать, что, конечно, очень помогают здесь сразу кто-чего включаться, да, и отличные кадры получать ребята, которые отозвались на мой призыв помочь, да, здесь сделать такую классную картинку с лыжеролерного чемпионата России. Конечно, одному сделать такой классный выпуск, это не так просто. Но когда есть люди, энтузиасты, которые любят лыжи по-настоящему, горят спортом, да, это всегда очень здорово. Спасибо большое Евгении, Евгения Марченкова, она очень здорово помогла, основательница клуба «Спорт Вектор», и ее воспитанники, и ее коллеги, да, вот, помогли нам эту картинку приобрести, которую мы сейчас видим. Большое ей спасибо. Ну и, конечно, отдельная благодарность нашему специальному корреспонденту Аркадию Абраменко, это лыжник, который здесь тоже вот неравнодушен к развитию лыжного спорта, лыжеролерных гонок, и вызвался помочь добавить, что называется, ракурс, и ему огромная благодарность, конечно. Моя друг и сигнализирует своему партнеру, что они преодолели линию, после которой спортсмены... Так, ну а здесь давайте на девушку посмотрим, уже забеги начались, все очень вот так молниеносно, что называется, и уже наблюдаем за финальным забегом. Девушки, очень интересные, которые у Клашова под номером, сейчас, ну, под лидерским, скажем так, знаменем бежит, Наталья Матвеева, вы видели, на третьей позиции держится, очень здорово спортсменка, круг от круга мы смотрим за этими подъемами, с пустыми, видите, уже роллеры у всех разного цвета колеса, потому что тоже это зависит от жесткости колеса, и температура воздуха, и асфальт, какой он сегодня сейчас здесь, да, это все немаловажно. Посмотрите, насколько мощный, да, вот здесь первые отрывы у нас появляются, очень интересно, действительно интересно. И Виктория Лукашева здесь рядом, я скажу, что вот здесь по ходу, да, этой дистанции было падение у девчонок, и Варвара Прохорова на первом своем этапе представительница Московской области упала. Но, несмотря на это, команда Московской области держала победу, вторыми стала команда Санкт-Петербург под номером два, и Санкт-Петербург номер один, они выиграли. Прохорова Лукашева победителя, Булучева Соболева вторые, Урба Кипяткова первая. А здесь мужчины, мужчины уже, друзья! Смотрим за этой борьбой, как же, насколько быстрее, да, и динамичнее. Ну, какие, конечно, красавцы! Смотрим, смотрим за этой борьбой. Здесь прохождение спусков очень многое решает. Сергей Устюгов в свойственной ему манере натягивает, накручивает темпы и следим за этой гонкой. Очень здорово. Так, ну и здесь, видите, выход такой на стадион, как его отрабатывают спортсмены. Сейчас проходят спортсмены, и очень важно, да, здесь попробуем подергаться, потому что, когда будет финиш на отрезок, сейчас они на транзитную зону переходят, финиш направо, и там уже это будет решается, все будет решаться, это будет решающий рывок. На этом такая небольшая репетиция на кругах. Поворот аккуратно пройти, очень важно здесь, очень важно. Видите, что один из спортсменов, одна из команд отстает, но борьба продолжает. Справа Андрей Краснов, вырывается в лидера сейчас. В глубину группы опустился Сергей Устюгов, он бежит с Андреем Мельниченко. Старты показывают результаты, очень хорошие, и если они попадают в все-таки лучше, у нас падение, коллеги, у нас падение. Ох, и ведь комментаторы сообщают о падении, ох, как же это неприятно всегда, да, на лыжах, это не может быть просто так, это всегда с ссадинами, это, конечно, ужасно, всем здоровья лыжникам. Так, мы продолжаем смотреть. Очень мощно толкаются, здесь, видите, в этой эстафете бесконтактная передача. Санкт-Петербург, Москва, Москва, Скорость, вот, углавляют пилотон. Спасибо большое за информацию. У нас у нас включительный два круга. Спасибо большое за информацию, Евгения, вы супер. Да, у нас шокое падение. И здесь, видите, бесконтактная передача, потому что скорость очень высокая. Да, вроде бы подняли спортсмены сейчас, специалисты подошли. Сейчас очень осторожно, что нужно быть в зоне, когда спортсмены будут включать отрезок. Как бы это ни звучало, но все-таки, да, скорости очень высокие. И спортсмену оказать, конечно, помощь. Так, а мы смотрим. Очень много решается именно здесь. Палка сломана, но есть специалисты рядом, Андрей Краснов. Его команда, команда Санкт-Петербурга, она одна из главных фаворитов. Сергей Устюгов здесь отрыв делает на своем этапе. Андрей Краснов за ним, за ним, за ним. Поближе, поближе. Устюгов первый номер. Краснов номер два. Так, смотрим, смотрим за этой гонкой. За этой борьбой здесь круг от круга. Все только интереснее, ближе к финишу. Ну и, конечно, раздают спортсмены, да, в эти подъемы, буквально не замечая, и влетают. Так, я думаю, что здесь уже финиш совсем близко. Во многом решающий эпизод. Передача, передача эстафеты, следующие уже партнеры их будут финишировать в этой гонке. И вот они, вот они. И это финиш, финиш, финиш. Спринт эстафеты, эстафеты командной. Андрей Краснов изглавляет группу. И посмотрите, отрыв очень серьезный. За ним Пузюков и рядом. Рядом уходит Устюга. Сергей Устюгов! И одерживает победу. Устюгов был настолько мощно. Был же ведь у Краснова такое преимущество. Причем Краснов-то финишер еще ого-го-го-го. Но, Устюгов молодец. Это уровень. Поздравляем команду Кантапансийского автономного округа. Они первые. Санкт-Петербург. Кудрявцев, Краснов вторые. Кочетков, Кузнецов. Московская область. Это обладатели бронзовой награды сегодня. Впереди у нас спринт, индивидуальный завтра и масс-старт. Будем следить за этими гонками. Еще раз благодарю всех, кто помог организовать этот выпуск. Спасибо большое. Ставьте лайки. Это поможет в продвижении спортивного контента, лыжного. Поддержите обязательно наш выпуск. Пишите ваши комментарии, за кого вы рады. Может быть, за Устюгов рады. Или наоборот грустите, что Краснов стал серебряным призером. Сегодня не выиграл. Пишите ваше мнение в комментарии. И подписывайтесь. Очень важно подписаться, чтобы не пропускать и следующие выпуски. Впереди две гонки. Чемпионат России. Лучшие спортсмены. Смотрим, следим. Еще не раз увидимся. Всего вам доброго. Пока. На старт выходит спортсменка из Санкт-Петербурга Арина Калинина.